Всем привет! Меня зовут Влада и вы на моем канале Ту про жизнь в Турте. Сегодня я вам расскажу и покажу и сделаю видео обзор на один апарт-отель, который находится в Хурме. Сам отель называется Boutique House Mim A, располагается между Хурмой и Лиманом. В этом отеле останавливались мои родители, поэтому я, собственно говоря, и записала этот видеообзор отеля, потому что многие ищут апарт-отели. По ценам это самый дешевый апарт-отель в районах Лиман, Хурма. Дешевле я просто пока не видела именно апарт-отели, не квартиры. Этот апарт-отель можно увидеть на Airbnb, можно увидеть просто в Google-картах, и там тоже написаны цены. Мои родители снимали как? Мы просто пришли в отель и забронировали там жилье. Сумма вышла 300 лир за сутки. Цена в Airbnb была тогда 3500 рублей. Ну, уже, конечно, сезон закончился у нас, поэтому цена немножко стала ниже. Я думаю, в летний период там цена, наоборот, чуть-чуть повыше. В Google-картах тоже показывают цены. Я вот здесь-то прикреплю, какие там цены. По-моему, 380 лир или что-то в этом роде. Я прикреплю обязательно скриншот, покажу. Ну, что я могу сказать про сам апарт-отель? В принципе, он неплохой. Есть бассейн, в домерах есть кухни, фен. Ну, вообще, в принципе, можно остановиться там на неделю вполне. По чистоте родители мне сказали, что... Ну, прям не сильно, конечно, всё чисто было, но приемлемо. Им показалось, что сам номер очень маленьким, хотя там идёт, получается, 1 плюс 1. Идёт студия небольшая с кухней и идёт спальная комната. Им показалось, что небольшой номер после квартиры, которую они снимали, полноценный 1 плюс 1. Ещё хотела рассказать, что мы сами тоже останавливались в этом отеле. И изначально, когда мы... Ну, не изначально, не в самом начале. Когда мы приехали в Анталию, мы снимали первый месяц квартиру. И потом, когда мы переезжали с одной квартиры в другую, мы останавливались одну ночь в этом отеле. Нам было удобно, что он находится здесь, находится в хурме, чтобы недалеко там не таскать вещи и так далее. И мне на тот момент показалось, что отель достаточно неплохой. И сейчас я считаю его достаточно неплохим. Он располагается в двух километрах от моря, там есть бассейн. Всё вот это вот мне нормально, мне понравилось. Ну, а теперь мы сейчас покажу, прикреплю видео, которое снимали мои родители, когда съезжали саму всю квартиру. Поэтому смотрим далее. Бутик, отель. Такие коридорчики. Здесь есть две комнаты. И там две комнаты. Картина. Это сам вход в квартиру. Слева у нас идёт туалет. В туалете есть фен, мыло, шампуни не было, были полотенца. Также есть в туалете душевая кабина, которую, к сожалению, не засняли. Этого идёт гостиная. Этого идёт гостиная. Прямо у нас идёт кухня. В кухне были все принадлежности для готовки и тарелки. Это всё было. Спальная комната. Спальная комната, кондиционер в спальной комнате, шкаф. На кухне вот так же есть холодильник, чайник, микроволновка, электрическая плита. Ну, вот гостевая комната такая она, небольшая. Стоят два дивана, на которых тоже можно спать. Есть два входа на балкон. Такой небольшой балкончик. Ну, у них был вид на бассейн, на дома. Также есть другой вид на горы. Сама квартира такая уютная. Вполне комфортно в ней находиться. В гостевой комнате есть также телевизор и ещё один кондиционер. Вот такая вот комната. Вот такой вот отель. Надеюсь, моё видео было полезным для вас. Спасибо за просмотр. Буду выходить стараться чаще в видео, в YouTube, в принципе. Но пока у меня не всегда это получается, так как я с ребёнком теперь. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok